В предыдущих выпусках «Как это работает» мы говорили об эллипсе разброса — области, куда гарантированно попадают снаряды после выстрела. В этом выпуске мы расскажем вам, по какому пути они летят и что такое баллистика мира кораблей. В мире кораблей на траекторию полёта снаряда влияют четыре фактора. Его масса, начальная скорость, коэффициент формы и сопротивление воздуха, которое зависит от высоты. Сразу перейдём к практике. Возьмём два крейсера 10-го уровня с орудиями калибра 203 мм — Гинденбург и Демойн. При стрельбе осколочно-фугасными на 15 км снаряд «Демойна» летит до цели 10,2 секунды, в то время как снаряд Гинденбурга преодолевает это расстояние за 8,5 секунд. Это происходит из-за разного веса и начальной скорости фугасных снарядов двух крейсеров. Как же будет выглядеть траектория их полёта? Благодаря своей высокой скорости снаряд Гинденбурга обладает более пологой, настильной баллистикой, а у «Демойна» она ближе к навесной. Таким образом, зная массу снаряда, её можно посмотреть в нашей Вики, и его начальную скорость, вы можете иметь представление об особенностях баллистики ГК вашего корабля и использовать их в бою. Например, настильная баллистика Гинденбурга лучше подходит для стрельбы по маневрирующим целям на открытой воде и больших дистанциях. А «Демойн» благодаря навесной траектории своих снарядов может вести огонь по противнику, скрывшемуся за островами. Как вы помните из предыдущих выпусков, высокая начальная скорость снаряда — это одно из важных условий хорошего бронепробития. Однако у снарядов с небольшой начальной скоростью и навесной баллистикой больше шансов попасть не в борт, а в палубу, где броня тоньше. Кроме того, баллистика влияет и на форму эллипса разброса. При навесной баллистике эллипс имеет более округлую форму, при настильной — более вытянутую. На одном и том же корабле разные типы снарядов могут иметь разный вес и начальную скорость. И если у эсминцев эта разница несущественна, то, например, у «Кливленда» фугасы на максимальной дистанции стрельбы летят на секунду и 0,25 дольше, чем бронебойные. Это стоит учитывать при выборе упреждения после смены типа боеприпасов. Конечно, узнать баллистику и научиться ею пользоваться вам поможет только практика. Дальнейшему улучшению ваших знаний и навыков поможет подписка на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашей передачи. Субтитры создавал DimaTorzok